Садись, единица. В образовательных учреждениях республики реализуется проект «Здоровое зрение». В десятках из них открылись пункты охраны зрения. О новых методах профилактики и лечения в нашем репортаже. Смотрим на бочонки. Бочонки выключаются. Буковки включаются. Смотрим на буковки. Вот на таких ручейках ученики Чебоксарской первой школы тренируют зрение. Рядом аппарат-релаксатор. Он расслабляет мышцы глаза, уменьшает спазмы и предотвращает развитие близорукости. Десять минут на одном, десять на другом. Федор Мысин занимается на этих тренажерах уже несколько дней. В первый раз, когда я сюда зашел, я увидела эту аппаратуру. Мне очень понравилось. Но вот я думала, это как-то лечительно. Мне рассказали, что это просто так расслабление дает. У тебя глазки сейчас меньше устают? Это же фактики направлены? Да, нормально. Хорошо. Зрение тренируют пока только малышеклассники. Скоро к ним присоединятся и другие ребята. Такие пункты открылись в 27 школах республики и в одном Чебоксарском детском саду. Пятилетняя Вика одна из первых протестировала новенькие тренажеры. Я, конечно, очень счастлива, что в нашем детском саду появилось такое оборудование, что позволит уже не стоять в очередях больницы. Именно в детском саду можно сходить в медкабинет и уже проверить зрение моего ребенка. Мы очень рады, довольны. Слава Богу, на данный момент у моего ребенка нет проблем со зрением. Я надеюсь, и не будет. Эти аппараты просты в использовании. Для проведения процедуры не требуется специальное медобразование. Республиканская офтальмбольница – это та база и те кадры, которые будут курировать непосредственно данный процесс. У нас за каждым образовательным учреждением закреплен доктор, куратор, который всегда на связи, который всегда готов приехать, помочь, наладить работу, проконтролировать ее и, самое главное, собрать статистику. Пока же статистика неутешительна. По данным Минздрава Чувашии, близорукость – наиболее частое заболевание глаз у детей в возрасте до 18 лет. Наши дети, когда приходят в первые классы, проблемы со зрением где-то у 10-15%. Но к завершению, скажем так, учебного процесса, к 11 классу половина или больше половины наших детей начинают страдать. Современная информационная технология, современная нагрузка. Они дают очень серьезную нагрузку на зрение. Мы сегодня пробуем и в перспективе мы хотим, чтобы в каждой школе присутствовали кабинеты охраны здоровья. Проект «Здоровое зрение» интегрирован в федеральную программу «Школьная медицина». Он уникален не только для республики, но и для страны в целом. Реализация проекта позволит вовремя начать лечение и не допустить развития болезни. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.